Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии. Мария Шматкова сегодня у нас в гостях Владимир Веницкий, директор Захаровского дома культуры, депутат Совета депутатов Одинцовского городского округа. Здравствуйте, Владимир Львович! Здравствуйте! Пригласили мы вас в нашу студию. Не случайно отмечается День работника культуры. Безусловно, поздравляем с праздником. И вы как представитель династии, как семья, которая дала этой сфере огромное количество сил, энергии, души, любви. И вот сегодня хотелось бы поговорить о выборе вашей профессии. Почему вы выбрали культуру? Почему так сложилось, что вы выбрали музыку, искусство, красоту? Очень приятно. Благодарю за такие приятные слова. В адрес своей семьи. Культура, она имеет очень большой аспект. Культура, она как бы во всем. Она и в производстве, и в взаимоотношении между людьми. Но поскольку у нас День работников культуры, я думаю, мы больше поговорим о работниках, которые занимаются именно творчеством, преподают детям, которые находятся в сфере культуры. Владимир Львович, но вы и ваша супруга Ольга Владимировна, и ваш сын, в общем-то, продолжил ваше дело. Он связан с музыкой. Вы очень много в этой сфере работали и продолжаете работать, продолжаете радовать. У вас, конечно же, огромное количество блестящих вокалистов, музыкантов, артистов. И, безусловно, все это без любви не могло бы быть. Да, конечно. Ну, тут, наверное, проще рассказать всю историю появления моей в культуре. Кто вас привел в этот мир? Да. В этот мир меня привели папа с мамой, привели в детский ансамбль, ансамбль песни и пляски детский, пионерский, он так назывался. Мне было 7 лет. Вот с тех пор я, это было во дворце пионеров, с тех пор я не уходил из этого дворца пионеров, можно сказать. Было музыкальное училище, был институт, факультет дирижу с хоровой. Хотя мне всегда был близок и вокал, я всегда очень неплохо пел, побеждал на разных конкурсах в детстве. И когда учился в институте, я параллельно занимался в мастерской эстрадного искусства при Росконцерте. И после этого стал работать в Росконцерте солистом, работал в очень известных коллективах. Мне это все было очень близко. Но потом в моей жизни случился такой момент, ну это как и у многих, наверное, было связано с получением квартиры, там жилья, когда у меня осталась семья. Я попал в молодежный центр центр Центрального комитета комсомола, который находился под Звенигородом. Кстати, адрес был такой. Город Звенигород, Одинцовского района, молодежный центр «Жемчужина». То есть, даже тогда Звенигород был в составе Одинцовского района, в общем, исторически вновь соединение произошло. И там я как раз занимался всей этой культурно-массовой работой, правда называлась она очень громко, политико-воспитательная. Одни из первых дискотек появились именно там, в этом молодежном центре. Туда съезжались молодежь со всей страны нашей, со всего Большого Советского Союза. А потом я стал работать в Доме культуры, художественным руководителем Петельницкого Дома культуры. Это сейчас называется Часовский Дом культуры. Тогда полное название было Дом культуры Петелинской птицфабрики. Но все-таки ведь были 90-е годы, вот никогда не стоял вопрос, чтобы уйти, была сфера, ну, не самая высокоплачиваемая, если говорить честно. Начнем с того, что я вообще никогда не хотел работать директором Дома культуры. Директор Дома культуры у меня всегда ассоциировался с фильмом «Карнавальная ночь». Помните, такой был фильм? Да, вот такой странный, бегающий, понимаете. И не совсем за творчество, да? Да, и вообще не о творчестве, понимаете. Потом, когда мы часто ездили на гастроли, я сталкивался с похожими директорами. Но, когда сам стал работать, я поставил перед собой определенные цели и задачи, увидел, что эта работа очень необходимая, прежде всего необходимая людям. Дома культуры, как и школы, это центры притяжения любой территории, безусловно. То есть, без вас, что и 20 лет, 30 лет назад не могли обходиться население, что и сегодня, в 21 веке. Хотя технологии, интернет и соцсети, но, тем не менее, вот это живое общение артиста и зрителя, мне кажется, его ничем не заменит. Школа – это более традиционная такая, обязательная история, скажем. Дома культуры, на мой взгляд, существуют для того, чтобы дать возможность самореализоваться в творчестве жителям, вот нашим жителям Одинцовского округа. Ведь каждый в себе чувствует какой-то талант, иногда нереализованный в детстве, в юности. И вот дать возможность ощутить себя артистом на сцене, имея хороших квалифицированных преподавателей, руководителей, чтобы они правильно направили человека, научили его петь, научили его правильно танцевать, научили его быть, может быть, самодельным. Но артистом в театре это стоит дорогого. Это очень востребовано, и это очень ценится нашими жителями. Но вы в какой момент поняли, что все-таки это ваше? Это ваш путь, это ваша судьба, и это действительно ваше любимое дело? Я понял, что я не могу уже никуда деться из этого, понимаете? Потому что, ну вот как только я стал работать, это был, например, Дом культуры Петельницкой птицфабрики, так называемый. Я там создал детский вокальный инструментальный ансамбль. Это был один из первых, кстати, в стране детских вокальный инструментальных ансамблей. Назывался он «Солнечный круг». Им настолько нравилось этим детям заниматься в этом коллективе, у них были очень хорошие успехи. Они выступали не только в Одинцово, они выступали в Москве с большим успехом, выступали на телевидении. Ну, куда от них было деться? Куда от них было деться? Потом как-то сразу последовало предложение перебраться в поселок Летний отдых и стать директором Дома культуры Голицынской птицфабрики. Мне было интересно поработать директором, было интересно понять, как это и что это. Интересно было увидеть, какие люди живут здесь, в данном населенном пункте, насколько они способны к творчеству. И еще очень важный момент, который вы правильно задали вопрос, почему вы не ушли. Я попал в то место, в общем-то, которое связано с Александром Сергеевичем Пушкиным, с его детством непосредственно, с его становлением. Я хорошо изучил этот вопрос и понял, что Дом культуры, который тогда назывался Домом культуры Голицынской птицфабрики имени Ленинского комсомола, должен со временем стать Захаровским Домом культуры. Это ближайшая точка к тому месту, где жил маленький Александр Сергеевич Пушкин. И сделать все для того, чтобы эту тему как-то раскрывать и доносить ее до людей. Ну, именно поэтому впоследствии появилась Пушкинская школа на базе Захаровского Дома культуры. Традиционные праздники, без которых мы уже просто не представляем не только эту территорию, но даже в целом, наверное, Подмосковье. Это уже какой-то бренд. С Пушкинской школы, вы знаете, история очень интересная была. Пушкинская школа образовалась в 2000 году, как раз праздновали юбилейные дни Александра Сергеевича Пушкина. В 2002 году, вот я очень благодарен нашим учредителям на тот момент, это было сельское поселение Захаровское, Марии Алексеевне Матылевой. Очень благодарен гильдии Александр Небот, которая возглавляла тогда управление образования, за то, что им, именно им пришла мысль в голову перевести Пушкинскую школу, а они участвовали в ее создании очень плотно, перевести ее в Захаровский, тогда уже Захаровский Дом культуры. У нас сразу появилась огромная палитра коллективов, то есть мы не стали замыкаться на двух-трех кружках, которые у нас были. У нас появились еще коллективы, благодаря Центру детского творчества Пушкинская школа, у нас появилось очень много совместных мероприятий. И, по сути, мы как бы де-факто превратились в культурно-образовательный центр. Ведь творчество, творчество вообще, творчество, оно во многом как бы у нас в Домах культуры держится на детях наших, на детском, юношеском творчестве. И вот такое разграничение бывает, школьная самодеятельность, самодеятельность Дома культуры, она не всегда способствует тому, чтобы в целом видеть эту проблему, проблему решения в культуре. И Дом культуры и Пушкинская школа, он, как ни одно другое учреждение, показал, что и образование, и культура, они работают в одном ключе. Одни цели, одни задачи. Более того, мы расширили эту сферу, с нами вместе работает и благочиние, и Одинцовское телевидение. Безусловно, куда же вы без нас, а мы без вас. Владимир Львович, Пушкинскую школу, Центр детского творчества, Пушкинская школа, возглавляет ваша супруга Ольга Владимировна. Получается, что вы практически 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, 365 дней в году постоянно варитесь в этом, постоянно обсуждаете. Ведь даже приходя с работы, вы все равно, мне кажется, продолжаете говорить о культуре. Это так? Это так. Может быть, в этом успех? Ну, в этом успех тоже. Я, конечно, не призываю, чтобы муж и жена работали вместе всегда. Но в данном случае нам действительно это интересно, потому что я считаю, что Захаровский дом культуры, ну и Центр детского творчества, Пушкинская школа, который расположен в этом здании, они взяли на себя полностью тему Александра Сергеевича Пушкина от начала и до конца. И те мероприятия, которые там проводятся, вот совместно, конечно, большим инициатором здесь является Центр детского творчества, Пушкинская школа, они об этом говорят. Это и день лицея, это и день памяти Пушкина, который, кстати, проводим еще и совместно с музеем на больших физиумах, музей имени Пушкина. Это и научное чтение на пушкинскую тему. Ребята из нашего Одинцовского округа привозят свои работы по истории Пушкина, жизни, его творчества. Это и тот детский пушкинский праздник, который в дни пушкинского праздника проходит на Малой Поляне, проходит он в парке, в парке Захарова. Кстати, прекрасный парк, у которого пушкинская тема тоже очень ярко выражена. И масса других мероприятий, которые посвящены Александру Сергеевичу Пушкину, они проходят именно в Захаровском доме культуры. Владимир Львович, Вы уже рассказали о том, что являлись солистом и, безусловно, и жители Одинцовского округа помнят Ваши блестящие выступления на сцене. Но далеко не каждый артист может стать учителем и наставником. Вот Вам это удалось? У Вас блестящие воспитанники, и, конечно же, их имена известны не только на территории округа, а далеко за его пределами. Как Вам удалось? Вот в какой момент Вы поняли, что наставничество дает Вам больше и энергии, и удовольствия? Вы знаете, у меня были очень хорошие педагоги по вокалу. Вот один из педагогов, я его помню и буду помнить всю жизнь, это Георгий Павлович Виноградов. Это был известный такой советский певец, который возглавлял школу вокала в Росконцерте в мастерской эстрадного искусства. Когда он со мной занимался, мне было вот настолько вот доходчиво все, что он объяснял, настолько правильно и по звуковидению, по дыханию, и по тому, как нужно делать фразы вокальные. Я все это запоминал, и, конечно же, мне хотелось вот кому-то это передать. Я очень часто вижу, как поют и как вот дыхание берут иногда посреди фразы, иногда посреди слова, как строят тоже звуковидение. И мне охота подсказать было. Я, конечно, никогда не лезу в работу других педагогов, но сам с удовольствием всегда учу. Есть у меня ученики, есть те, кому я могу подсказать, даже люди взрослые. Мне очень приятно, Маша, что вы у нас пели на наших мероприятиях. Ну, все благодаря вам, Владимир Львович. Потому что вы умеете заинтересовать и действительно дать человеку надежду, что у него это получится. Конечно, самая моя гордость ученица – это Лера Курнушкина. Сейчас ей уже 15 лет, но в 5 лет я ее привел в краснознаменный ансамбль Александрова. Это наш известнейший коллектив, в котором она проработала 7 лет. Не случайно ее за границей называли. У них есть мистер Калинка, такой артист, с которым связана песня «Калинка». И мисс Катюша была Лера. Тогда художественным руководителем был Игорь Александрович Раевский, профессор, народный артист России. Он сказал, он очень скептически посмотрел, он говорит, ну, вот этот маленький этот ребеночек, что интересного. Я его попытался убедить, что именно вот эта девочка, она и есть та Катюша, которую, когда писали, вот Блантер, когда писал эту песню, он имел ее в виду. Они как-то поверили, и Лера объездила весь мир. Вот весь мир буквально, Европу и другие страны. Она объездила с этой песней, будучи солисткой краснозаменного ансамбля Александрова. И, кстати, ну, немного трагическое воспоминание. Последний концерт этого ансамбля был именно в городе Одинцово. Это было 3 декабря 2016 года. А 25 декабря они погибли. Вот в Сочи случилась эта трагедия. Поэтому, конечно, очень жаль. Но воспоминания самые прекрасные. И Лера там не только Катюшу пела. У нее было 4 песни в репертуаре этого ансамбля. Это, ну, такой был успех. Так получилось. Повезло, можно сказать. Владимир Львович, у вас есть сын Алексей. Я знаю, что вы были абсолютно против того, чтобы он шел по вашим стопам и как-то пытались его увезти в сторону, но не получилось. Вы знаете, действительно, я никогда не хотел, чтобы он был музыкантом. Ну, просто не хотел. Более того, те первые занятия, которые ему давались на фортепиано, он с небольшим желанием занимался. И когда пришло время поступать в институт, он, кстати, окончил золотую медаль в школу Захаровскую. Поступление в институт, он поступил в Государственный институт управления, на кафедру экологической безопасности. И вот уже последние... Совсем не музыкальные. Совсем не музыкальные. Последние курсы, когда были уже за год где-то до окончания, его педагог, мы с ним хорошо, наша семья хорошо знакома с его семьей, он мне сказал, вы знаете, что ваш сын, ну, такой довольно известный диджей. Я говорю, я первый раз об этом слышу, но у меня на самом деле был ужас, потому что я сам занимался этими дискотеками, одними из первых, кстати, в Советском Союзе, которые были. И вот это мне точно не хотелось, понимаете? Ну, потом оказалось, что да, вот он как бы довольно известный уже в этой сфере. Потом он пошел работать в коллектив Бандерас, тоже довольно известный. Сейчас он работает сам как диджей, хорошая у него известность, называют его одним из самых техничных диджеев России. Вы гордитесь его успехами в сфере музыки? Ну, горжусь и переживаю где-то вот как. А что вы чувствовали, когда в августе прошлого года на фестивале Urban Morphogenesis Алексей играл на своей аппаратуре и заводил толпу? Вы были вместе с Ольгой Владимировной, вот как это? Вы были в качестве зрителей, а ваш сын Алексей, которого вы совершенно не видели в этой сфере, были против? Ну, в общем-то, блестяще играл и справлялся со своими функциями. Вы знаете, Маша, для меня вообще вот этот фестиваль Urban Morphogenesis, он какой-то знаковый был и произвел очень огромное впечатление. Я объясню почему. Дело в том, что когда мой Алексей был еще совсем юный, ему было лет 14-15, у них была компания. Туда входил Левочкин, Дима, Федор Харитонова, да, еще другие ребята Одинцовские, где они только не рисовали вот эти граффити, понимаете. Я очень переживал, кстати, всегда, что они попадутся, их могут в милицию забрать. Но потом получилось так, что вот я хочу здесь очень добрые слова сказать Андрею Рубитовичу Иванову. Вот как-то так быстро мы перешли сразу, да, от граффити к Андрею Рубитовичу Иванову. За то, что это его была идея, это его детище, он был генератором этой идеи сделать такой фестиваль. Фестиваль уличного искусства. Конечно, это поддержали и Дмитрий Левочкин, он все сделал для того, чтобы был этот прекрасный фестиваль. Приехали самые известные художники граффити со всего мира. И, конечно, круг как бы замкнулся, когда еще увидел, что мой сын участвует в культурной программе вместе с группой Каста, которую и он, и Левочкин в юности очень как бы любили, я обалдел. Я, кстати, не знал, что его пригласили играть. Ну, конечно, гордился. Я очень волновался. Владимир Львович, как Вы считаете, вот часто можно слышать, педагог от Бога, врач от Бога, работник культуры. Ведь это тоже, наверное, от Бога невозможно с людьми работать и так отдаваться этой профессии, ведь она на самом деле непростая. Это не просто так выйти на сцену и что-то сделать. Ведь это достаточно сложный труд. И творчество, может быть, даже проще какую-то деталь на заводе сделать, нежели написать сценарий или поставить какой-то концерт. Как Вы считаете, можно об этом говорить? Можно об этом говорить. И я считаю, что профессия работника культуры, она становится такая же, как и остальные профессии. Ну, она самостоятельная. Она самостоятельная. Не может человек, который занимается, например, медициной или чем-то другим, работать в культуре, возглавляя ее. Понимаете? Это будет неправильно. У нас все... Вот это та сфера, в которой понимают буквально все. Вот все разбираются, все судят, все оценивают. На самом деле работников культуры, которые... Ну, это их призвание, которые занимались этим всю свою жизнь, с детских лет они в этой культуре, их не так много. И я, кстати, очень горжусь тем, что в нашем Одинцовском округе работают прекрасные директора школ искусств. У них прекрасный творческий потенциал. У них прекрасные идеи. У них прекрасные ученики. У нас великолепные директора домов культуры, которые могут не только сделать какое-то штатное вот такое, ну, красной дате, скажем так, мероприятие, а они придумают нечто свое, нечто неповторимое, то, что только происходит в их доме культуры. Вот я горжусь тем, что у нас в нашем округе работают именно люди по призванию. Что бы вы пожелали своим коллегам? Я хочу пожелать своим коллегам, ну, я их перечислю, прежде всего, это и работники комитета по культуре, у которых очень тяжелая сейчас работа, к ним влилось огромное количество домов культуры. Это и директора музыкальных школ, и преподаватели музыкальных школ великолепные, у которых ученики побеждают не только в наших районах, в областных, но и на федеральном уровне, и в международных конкурсах мы их видим. Это и наши директора прекрасных домов культуры, это и руководители кружков, ну, и, конечно, участники творческих коллективов. Я считаю, это вся большая армия работников культуры, у которых праздник. Это вот и есть работники культуры. И что мы им пожелаем? Прежде всего, здоровья, больших творческих успехов, терпения и, конечно же, любви. Любви к тем, с кем они работают. Владимир Львович, спасибо Вам за интервью. Пользуясь случаем, поздравляю, конечно же, в Вашем лице, в первую очередь, Вашу семью, супругу Ольгу Владимировну, сына Алексея и, безусловно, весь коллектив Дом культуры Захаровский, Центр детского творчества Пушкинская школа и всех работников сферы культуры Одинцовского городского округа. Спасибо, что Вы у нас есть. Спасибо, Машенька. Я Вас тоже поздравляю, поскольку Вы тоже работник культуры, и я Вас таким считаю. Спасибо, Владимир Львович. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания.